Заслуженный мастер спорта, призер чемпионатов мира, рекордсмен страны в длинных бассейнах, Роман Шевляков. Вот на Романа я бы обратил внимание, именно с короткой воды у него начался такой путь в национальную сборную. В прошлом сезоне в этой дисциплине дважды был вторым на Большом Кубке и ровно год назад на аналогичном соревновании после Андрея Минакова. Михаил Антипов, Новосибирск, Павел Пахомов, Москва и Данила Соболев, Московская область. Итак, 100 бат, пока 51-5 является пропуском в финал. Именно такой результат показал Никита Ульянов. Слушай, а у нас, смотри, какая же красота. Да, у нас от Галеба Дрессела рекорд мира 47-78, рекорд Европы и рекорд России Жень Каратышкин 48-48, а юниорский рекорд Европы и рекорд России юниорский до сих пор у Минакова 50-12. Это приятно. А что значит до сих пор? А куда они денутся? 50-12 проплыть надо? Нет, ну тем не менее, несколько лет стоит. Итак, второй заплыв. Очень внимательно следим за Андреем Минаковым. Вчера, честно говоря, мы не очень разобрались, что он вытворил на первом этапе стопеды, потому что, казалось бы, должно было быть побыстрее, но, может быть, там Корнев что-то вытворил. Сверхъестественно я так и не посмотрел. Разгладку. А вот сейчас мы видим, Минаков-Шевляков разворачивается одновременно, но вроде бы коснулись единовременно, а на подводной части Минаков явно выиграл полкорпуса. Сейчас Рома догоняет, но дальше опять поворот. И у Минакова бывают заплывы, когда он последнюю часть не тянет, а бывает, когда его прям буквально за веревочку тащит к финишу 49-73. Это единственный результат в этом заплыве из пяти. Десяти Минаков точно в финале. Второй на финиш Шевляков 50-32. Егор Павлов 50-89. Ну, вот, мне кажется, трое отсюда проходят. Ну и со своего утреннего результата почти полсекунды сейчас скидывает Андрей Минаков. Так, сейчас назову восьмерку. Минаков, Шевляков, Самусенко, Павлов, Жихрев, Харланов, Пекарский. Антипов 50-1-29. 50-1-29 закрылся финал.